Кировград. Для слушателей старше 16 лет. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ L номер TU 4300549 от 19 марта 2015 года. Генеральный партнер зимнего сезона – салон яблочной техники FreshStore. 12.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии по-прежнему Ольга Близина и Анна Лапшина. Всем доброго дня еще раз. Разворачиваемся, меняем тему. Две у нас их во втором часе. Очень коротко, очень быстро, но, надеюсь, от этого не менее информативно будем говорить о помощи жертвам домашнего насилия и об измененных, введенных новых правилах содержания домашних животных в Кирове. Екатерина Митягина в нашей студии, проректор по развитию на основе анализа данных Вятского госуниверситета и один из руководителей проекта помощи жертвам домашнего насилия. Екатерина, добрый день. Добрый день. Ну, вообще, отталкиваемся мы как информационного повода от создания чат-бота для помощи жертвам домашнего насилия. Я так понимаю, что это тот инструмент, куда можно написать практически анонимно и получить консультацию, куда тебе дальше с этой твоей проблемой. Вот, а вообще-то на основе вот этих вот сообщений в том числе, вот, Вятский госуниверситет сейчас ведет некое исследование, как я понимаю, да? Да. Сейчас проводится достаточно масштабное исследование. Начали мы это исследование в декабре 2019 года и очень хорошо с ним попали, потому что в марте у нас началась пандемия, вы знаете, все мы сели на карантин. Карантин и количество супружского насилия, жертв супружского насилия, ну, достаточно резко увеличилось. И поэтому мы могли фиксировать данные до непосредственно пандемии, во время пандемии. Ну, и сейчас, ну, надеюсь, что пандемия, может, идет на спад и вот как бы вот в этом формате тоже. То есть это не сказки о том, что люди, которые сидят в одном помещении долго, они так тихонечко начинают друг друга ненавидеть, да, и те ситуации, которых возможно было избежать, если бы люди реже общались там, да, и меньше находились вдвоем в замкнутом пространстве, они случаются. Ну, здесь можно по-разному объяснить. Да, конечно же, первая причина — это то, что люди оказались в замкнутом пространстве, закрылись там школы, да, и перешли на онлайн-обучение. И люди некоторые потеряли работу, и все это, конечно же, усугубило ситуацию. Но плюсом появилось очень много возможностей общаться в интернете, да, и мы еще связываем эту причину не только непосредственно с тем, что люди сидят вместе в одном помещении, но и с тем, что люди стали больше писать в интернете и больше обращаться к этим ресурсам. Ну, и, конечно же, скачок мы фиксируем, ну, такой достаточно значительный для вообще Российской Федерации, когда люди стали обращаться. И причем вот моя коллега Нина Николаевна Ершова, она рассказывала, она непосредственно работает уже с жертвами насилия. Это Центр социально-психологической помощи? Да, это Центр социально-психологической помощи, то есть, ну, Вятский государственный университет, это больше такие теоретики, которые проводят исследования. А Центр социально-психологической помощи, они уже непосредственно оказывают различные услуги населения, связанные с, вот, например, с жертвами насилия. И она рассказывала сюжеты, что если, например, напрямую к нам обращаются в основном женщины, да, то в интернете появился такой ресурс, и при помощи этого чат-бота появился такой ресурс, что могут обращаться уже и мужчины, да. То есть, мужчины, они тоже являются жертвами насилия, и часто мы об этом забываем. Так, они как к врачам стесняются, да. Я просто задумалась о том, что мы понимаем под насилием, потому что у всех это разное, и, может быть, многие люди просто не решаются говорить о своих проблемах, потому что для кого-то насилие — это какие-то физические действия, а не психология, и вообще там не какие-то нюансы, с которыми тоже так-то нужно работать. Ну, вот как раз это очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Многие думают, что, да, только физическое насилие, там, бил, допустим, муж, и это является вот таким признаком. Нет, на самом деле, вот мы выделили пять видов основных насилия, и туда можно включить, помимо физического, также психологическое насилие, сексуальное насилие, насилие в виде контроля и финансовое насилие, когда, например, не дают деньги зарабатывать, либо тратить деньги, да, и приходится вот только постоянно просить у тирана, у абьюзера вот какие-то средства к существованию и так далее. То есть видов насилия очень много. Конечно же, идентифицировать в интернете в виде, там, комментариев или в виде постов легче намного физическое насилие. Вот, потому что, как правило, жертва, например, если над ней совершается психологическое насилие, она даже не осознает, что она является такой жертвой, да, то есть это такая взаимная, как сказать, взаимная игра, что ли, насильника и жертвы, да, в психологии. Рызевая модель какая-то. Такая некая модель, да, и когда в большинстве случаев ни тот, ни другой могут даже об этом не подозревать, потому что они думают, что если бьет, тогда вот только насилие имеет место быть. Это, поверьте мне, не так, и мы что сейчас сделали, вот самое, мне кажется, большое достижение сейчас Вятского государственного университета, что мы создали первый в России корпус по супружескому насилию. Для чего этот корпус нужен? То есть мы взяли достаточно большое количество текстов, это примерно 133 тысячи текстов мы сейчас из интернета, это комментарии, посты о супружеском насилии, и что мы сделали? Мы разметили эти тексты для чего? Для того, чтобы сейчас можно было при помощи нейронных сетей обучить компьютеры, и они уже смогут автоматически распознавать вид насилия, то есть там большое количество ключевых слов и так далее. И вот я считаю, что это такое самое сейчас главное достижение, которое вот Вятскому государственному университету и кафедры там социальной работы и молодежной политики удалось сделать. А вот психологическое насилие, мне кажется, как раз одна из таких пока что запрятанных, наверное, проблем, и самых трудных, чтобы с ней потом впоследствии как-то работать. А у нас, судя по сообщениям, какой из, допустим, этих пяти видов больше всего преобладает? Ну вот я уже сказала, конечно же, больше всего это всё-таки физическое насилие, и даже когда мы говорим там о ключевых словах, которые мы используем для того, чтобы вычленить и выделить этот тип насилия, мы понимаем, что для физического насилия это больше вариантов, больше модификаций вот этих вот слов, да. Для психологического это больше там давит, давление оказывается и так далее. То есть психологическое насилие, конечно, сложно идентифицируем пока в сети, и мы работаем сейчас над этим. У нас две вообще таких ключевых проблемы, которые сейчас учёные пытаются понять и пытаются каким-то образом представить варианты для практического уже применения, ну, в виде чат-бота, например. Вторая — это есть ли в сообщении просьба о помощи. То есть очень часто само сообщение люди просто комментируют, допустим, с тем ситуацией с насилием сложившим или какой-то случай комментируют. Но именно просьба о помощи для того, чтобы мы имели возможность обращаться потом там чат-бот к этим непосредственно жертвам, это идентифицировать и вычленить очень-очень сложно. И, ну, просто словами там «помогите», «мне нужна помощь», «что мне делать» чаще всего это невозможно автоматически находить. А я правильно понимаю, что в Кирове, я не знаю, может быть, не по адресу вопрос, в Кирове нет такой структуры, куда можно круглосуточно позвонить, ну, кроме полиции, да, и сообщить о том, что с тобой вот что-то происходит сейчас, нехорошая помощь нужна именно сейчас, вот в эти минуты? Нет, ну, нельзя, конечно, сказать, что совсем нет. То есть варианты, куда обратиться, они есть, да. И, конечно, полиция — это, ну, самый такой один из главных источников. Самая большая проблема... Екатерина, снимите, если не очень удобно. Самая большая проблема, с которой сейчас мы сталкиваемся, что эта помощь не всегда есть в отдаленных районах Кировской области. И поэтому, почему и возникла вообще эта идея чат-бота, да, потому что отдаленный район человеку, ну, психолога или там, я не знаю, или тех, кто действительно помощь там юридическую окажет, да, то есть это найти достаточно сложно. И тогда была, возникла идея, вот как раз через центр психологической, социально-психологической помощи, попробовать и подумать, каким образом женщина или мужчина, они же, они не всегда еще готовы в этой вертикальной плоскости действовать, да, они обращаются вот в эту некую горизонтальную плоскость интернета для того, чтобы найти там поддержку какую-то, понять вообще типичные их ситуации или атипичные их ситуации. И поэтому мне кажется, что общение изначально даже с, ну, не с живым человеком, а с неким ботом, где-то будет во многих случаях психологически комфортнее человеку пообщаться, понимая, что там неживой человек, он ничего не раскроет потом, не подумать, что, ну, что ты, у тебя-то еще там все хорошо, а вот у остальных-то людей намного проще, намного сложнее ситуация. Ну, тут же можно и подумать, и что он знает про людей, зачем он мне поможет этот чат-бот? Да, это большая тоже проблема, это тоже хорошо можно на нее ответить. То есть что мы сейчас пытаемся сделать? Я сразу скажу, что сейчас только еще вот такое стартанули мы с этим, мы обучаем этого чат-бота на реальных ситуациях, то есть мы понимаем, какие есть реальные ситуации. У нас есть большой корпус теперь текстов русскоязычных, получается, живых текстов из интернета, когда там человек пишет, и плюсом тех обращений, которые есть у психологов, да, то есть мы это соединяем и пытаемся боту обучить таким образом, чтобы в конце концов мы могли работать уже в автоматическом режиме полностью. Это очень сложная задача, и это мы на ее решение там потратим, я думаю, даже несколько лет для того, чтобы, ну, потому что это же еще постоянно обновляемые случаи, постоянно обновляемые виды, то есть это вот то, что сейчас вот ученые, над чем сейчас будут думать, нашего коллектива и как-то к чему стремиться. Слушайте, это какое-то невероятное вообще, вот сейчас выступление было Екатерины, я в этот момент просто задумалась о том, что все уже, искусственный разум наступает, да? Искусственный разум наступает, но вы должны, ну, всех я призываю, все-таки этого не бояться. Как правило, очень большая проблема сейчас с искусственного разума, что мы получаем большие объемы информации, это, как правило, такая неструктурированная информация, и, вы знаете, никто, ну, никто до конца не понимает, как работать с этой информацией. И вот только люди, живые, конкретные люди, и те, кто, допустим, ну, работает, ну, с жертвами или по любой другой тематике, или ученые. И вот сейчас даже появилось такое понятие, как цифровой гуманитарий. Гуманитарии по-новому стали нужны в новых аспектах, потому что только они могут придумать методологию, как это проанализировать. Они могут потом, в дальнейшем, когда мы получили результаты, каким-то образом описать эти результаты и так далее. То есть вы понимаете, человек получает новые возможности в связи со всеми этими технологиями, и этого не нужно бояться. И вот когда мы сейчас, мне говорят, вот, Екатерина Владимировна, вы сделали, ну, там, чат-бот, вы там этот корпус сделали. Вот если как изначально, и как это делается. То есть мы получаем весь этот корпус, и большое количество людей, экспертов, студентов, там, жертв и так далее носили, они сидят и руками, вручную, размечают. Для чего? Для того, чтобы этот корпус появился, для того, чтобы мы потом машину обучили. И машина, когда она уже даже сама начинает автоматически делать, эксперты, живые люди постоянно проверяют, какой процент ошибок, где она не совпала. Эксперты очень часто сами не совпадают в определении вида насилия. И говорить о том, что было ли здесь насилие или нет, это такой вот сложный момент, понимаете? Полностью на автоматику, пока не готовы перейти. Это, не знаю, радует. Да что тут у меня буквально на днях был опыт общения с чат-ботом по поводу того, что я не смогла найти, включив раз в тысячу лет телевизор, свой любимый исторический канал. И после двух моих фраз, которых я пыталась, вот понимая, что там машина, ей надо как-то конкретно что-то сказать, меня переключили на оператора все равно. Для человека даже не справляюсь. То есть все равно, конечно, мы понимаем, что очень часто это живой человек, но вот все эти технологии, они призваны облегчать, они призваны помогать, они призваны в каком-то виде давать нам первый старт, какой-то первый анамнез вот этих случаев насилия, даже если мы сегодня на эту тематику говорим. Ну и с точки зрения жертвы, например, насилие это тоже такая немножко подготовительная, что называется, группа, да? То есть человек, который не готов был о своей проблеме рассказывать, сначала пытается просто высказать ее машине, а потом понимает, что это не так страшно, и уже может позвонить живому человеку, оператору, например, да? Конечно, и уже там не оператор, там записываешься на прием к психологу, и в принципе, ну вот там уже более подробно, и уже понимая, что мы же всегда думаем, что наша ситуация, знаете, какая-то уникальная, мы же думаем, что так, как вот у меня, ни у кого больше нет, вот это, я скажу вам, не так, да? И, как правило, большинство ситуаций, это уже описанные ситуации, это типичные достаточно ситуации, вот, и в принципе, ну даже на уровне, если правильно описать эту ситуацию, если там правильно сделать разметки, если правильно обучить бот, то он будет работать достаточно неплохо, но вот очень многие часто, они просто создают бот, но они не обращаются, например, до этого к каким-то научным коллективам для того, чтобы вот это вот правильное обучение, вот эту правильную методологию задать, и получается, ну вот то, что вы не можете купить или там починить или настроить канал телевизора при помощи чат-бота. А вот чат-бот по поводу насилия, его задача какая? Направить человека к нужному специалисту, подсказать, что делать, задать нужные вопросы, чтобы он сам разобрался в себе, в происходящем. Да, сегодня в большинстве случаев, это вот на сегодняшний день тот чат-бот, который у нас есть, то есть он либо направляет специалисту, либо выявляет, какая проблема и так далее, юридическую какую-то помощь оказывает. Понятно, что вот я сейчас смотрю, что некоторые коллеги создали там чат-боты по психологической помощи, но вот мне пока кажется, это вообще космосом таким за реальным. Но наша задача, которой мы будем работать в дальнейшем, это чтобы, а, чат-бот мог автоматически, например, вычленять просьбы о помощи, и какие-то, может быть, давать варианты решений и так далее. А второе, чтобы максимально снизить нагрузку на тех специалистов, которые там в центре есть. Вы понимаете, что в центре не так много психологов. Если сейчас тема достаточно актуальна, и там вся Россия начнет писать, ну, скорее всего, мы не сможем в таком режиме там быстро и оперативно оказать поддержку всем. Как искать? Ну, то есть куда? По каким-то ключевым словам можно найти чат? Да, можно «Умный помощник Лада». «Умный помощник Лада» — Почему Лада? Почему Лада? Да, потому что Лада — это богиня любви и семейного очага, верности и так далее. Ну и мы знаем много различных, допустим, там, синонимов. «Фус Лада», «Ладушка», там, «Сладость» и так далее. Да, то есть мы понимаем, мы хотели изначально уже даже в названии этого чат-бота задать вот такие вот слова, которые бы говорили о гармоничности супружеских отношений, о том, что не должно быть все-таки увеличения вот этих вот вариантов, случаев насилия в семьях. И как-то мне кажется, что нам это удалось с этим, с нашим умным помощником Ладой. Лада имеет отношение только с супружескими взаимоотношениями, ну или там вот с таким партнерством, родительские, родители, дети, туда лучше не жаловаться. То есть мы понимаем, мы опять-таки в силу определенной ограниченности ресурсов, мы понимаем, что супружеское насилие это лишь одна грань вообще во всей теме домашнего насилия, потому что, ну, если сказать, что такое супружеское насилие для нас, то есть это насилие между интимными партнерами, потому что мы не всегда же можем говорить о семье, допустим, и у нас, когда мы ищем по ключевым словам, там, допустим, получается муж, сожитель, любовник, хахаль, даже есть там такие слова, там, молодой человек или там жена, жёнушка и так далее, то есть по различным вот этим вот аспектам, и мы понимаем, что нас интересуют в первую очередь вот две этих категории, но не потому, что мы думаем, что это один из самых там сильных и ярких видов насилия, нет, просто в силу ограниченности пока наших ресурсов, мы понимаем, что резко скакануло насилие и в отношении старшего, взрослого населения, которое имеется, а также в отношении детей, но в отношении детей мы здесь бессильны, здесь уже изначально не мы занимаемся, здесь уже конкретные органы занимаются насилием в отношении детей. Правоохранительные органы. Самый простой случай, вот можете какой-нибудь описать, который как насилие уже квалифицируется, то есть понимается людьми нынешними, что это проблема. С одной стороны, избиение, рукоприкладство или что-то там ещё, сексуальное насилие, а с другого полюса что? Самый простой, который нам удаётся идентифицировать, это запугивание. То есть когда конкретная физическая сила не применяется в отношении кого-то, но человеку, например, запугивают, что и забьют, допустим, твоего ребёнка или мать, или, допустим, несколько у нас случаев, что убьют собаку, допустим, и так далее. То есть это уже нет конкретного такого акта физического насилия, но это приводит к тому, что человек начинает подчиняться, начинает слушаться, начинает жить в страхе, бояться и понимать, что что-то не так, но не знать, куда обратиться, как обратиться, и как, например, даже обратиться к психологу, что сказать, мой муж говорит, что убьёт мою собаку, допустим, то есть что сказать психологу? И он думает, что это не та форма насилия, и он начинает это смотреть в интернете. В интернете тоже достаточно большая сейчас проблема, её я обозначаю. У нас там есть один из показателей, это тональность сообщений о супружеском насилии вообще. И мы там размечаем положительную тональность, отрицательную, нейтральную и негативную. Ну и как бы кажется, что какая у нас должна быть в основном тональность? В основном негативная. То есть что такое тональность? Это по ключевым словам мы понимаем, что это ключевое слово, он можно идентифицировать, как отрицательное слово. Ужас, бить, стукать, царапать и так далее. Но что сейчас происходит? Тональность в некоторых сообщениях и в некоторых комментариях, она не в некоторых даже, а как одна из тенденций, становится положительной. То есть в обществе происходит некий слом, некоторое изменение, что ли, в сознании, когда насилие начинает оправдываться. То есть не только на уровне, допустим, государства или ещё чего-то, но и на уровне отдельной семьи. То есть, понимаете, это тоже процесс, который мы фиксируем. И каждое сообщение, которое оправдывает насилие, имеет положительную тональность. Здесь мы уже более подробно к нему подходим и смотрим, почему такая причина и откуда такая закономерность вообще появляется. Это, конечно, тоже такой феномен, достаточно важный, думаю, что для нас. Я понимаю, что ваши взаимоотношения с службой психологической помощи, они выстроены, а ваши отношения с правоохранительными органами, они выстроены. Вот бывает просто история такая, вы привели сейчас пример, да, угрожает, что убьёт собаку. Ну, то есть... Вообще так-то это серьёзно, хотя я просила что-нибудь... А, это тема очень серьёзная, да. Учитывая тот объём сообщений, которые бывают иногда в интернете, что полиция, ты приходишь с какими-то серьёзными проблемами в семье, а полиция говорит, что-то из разряда убьют, тогда и приходите. И вот человек понимает, куда он с этой историей... Он убьёт мою собаку. Ну что, я приду в полицию, они там надо мной посмеются, ну, примут заявление, ну, поговорят с ним, он там придёт и действительно что-то сделает. Есть ли те специалисты, с кем вы работаете очень плотно? То есть какие-то конкретно адресные люди, которым вы можете отправить человек? Я хочу сказать, что... Ну вот, лично я, там, допустим, и команда, которая в университете, мы в большей степени именно учёные. Конечно же, мы понимаем, что... Это проект, я имею в виду, в целом. Да, в целом проект. Вот. И в центре понятно, что я... Как сказать? Мне сложно сейчас отвечать. Может быть, вам лучше бы ответила на этот вопрос Нина Николаевна. Ершова. Ершова, да. Может быть, вы её пригласите. Но мы понимаем, что этот же чат-бот, он обучен именно давать все те телефоны, которые необходимы, куда обратиться и так далее. Ну и вот сейчас эта тема стала популярна. Там вышло несколько сюжетов о нашем вот этом проекте на уровне Российской Федерации. И вчера мне написали представители достаточно большого количества правоохранительных именно органов по этой тематике, что они готовы к сотрудничеству и хотят какую-то помощь оказывать. И я была искренне рада, потому что я понимаю, я понимаю, что, значит, эта тема, она и с их стороны очень важна. И я надеюсь, что это не будет просто отсылка. Убьёт тогда и приходите. То есть вот я вижу, что здесь заинтересованность очень большая. Так, ну, в общем-то, умный помощник ЛАДа. Об этом мы сегодня говорили. Мы с Екатериной Митягиной, проректором по развитию на основе анализа данных Вятского госуниверситета, одним из руководителей проекта помощи жертвам домашнего насилия. Я с разрешения звукорежиссёра тогда немножко пораньше пойду на рекламу. Екатерине Владимировне спасибо большое. И всем кировчанам, я даже не знаю, семейного благополучия желать, наверное, очень цинично будет. Но, тем не менее, всё-таки, чтобы как можно реже вам пришлось пользоваться вот этим вот умным помощником ЛАДа. Спасибо. До свидания. Павлины как положено друзьям, режем цены пополам. В гипермаркете Мегаспорт скидки до 50%. А, кстати, действительно, на момент выхода рекламы. Делать всё онлайн – это тренд. И он совпадает с нашими преимуществами. Онлайн-преимущества для бизнеса от Банка Хлынов. Контролируйте свой счёт и оплаты из любой точки мира с помощью бесплатного интернет-банка и приложения. Проводите платежи и сдавайте выручку, когда удобно вам. Получайте дополнительный доход на остаток. Откройте счёт онлайн на банк-хлынов.рф. Все подробности – 8 800 250 2 3 7. АО «КБ Хлынов». Номер лицензии 254. Возрастное ограничение мобильного предложения 0+. Телефон рекламной службы 410-424. Продолжается дневной разворот. Смена гостя. Татьяна Виноградова, заместитель начальника отдела государственного надзора в области обращения с животными и профилактики правонарушений в сфере ветеринарии в нашей студии. Татьяна Александровна, добрый день. Да, вы можете надеть наушники, а можете не надевать, как вам удобнее. Главное, говорите в микрофон. Хорошо, спасибо. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А говорить мы сегодня будем о новом постановлении, которое теперь уже регламентирует взаимоотношения кировчан с животными. И кировчан с животными, с кировчанами без животных. Любовь, котики. Котики, любовь по правилам. Я так тему сегодня обозначила, извините. Но вот тем не менее. С 14 февраля всё начнёт работать по-новому. Что изменится на первоначальном этапе? Значит ли это, что все кировчане, у кого сейчас кошка или собака, должны бежать немедленно и регистрировать их? Куда бежать ещё? Тоже вопрос. Нет, конечно. Не надо 14 февраля прям сразу хватать своё животное и куда-то бежать. Во-первых, это коснётся не только кировчан, но и жителей нашей области всей. Второй момент. Немножечко, наверное, не было понятно, хотя вчера страздонести до всех жителей, до заинтересованных лиц, до журналистского сообщества о том, что ведь эта норма не новая. Регистрация животных осуществлялась и ранее, и это было прописано другими нормативными документами, уже были приняты они аж с 80-х годов. Я не знаю никого из своих знакомых, кто бы регистрировал. Ну вот собаку ещё может быть, особенно если она такая... Конечно, она уже есть. Просто автоматически регистрация осуществлялась, и также точно это сейчас будет осуществляться далее, когда гражданин обращался в государственную ветеринарную службу для проведения вакцинации либо иных профилактических мероприятий. А если в частную клинику? Если в частную клинику, да. Мы говорили о том, что человек, который обратился в частную клинику, ему бы надо прийти с собакой. То есть не забывайте, что это касается именно животных, собак, да, и прийти в государственную ветеринарную службу, предоставить, что вот я завёл животное, собаку, и ему присваивался номер регистрационный. Если вы посмотрите на паспорт, у кого он есть на своё животное, то в первом развороте, после того, как есть характеристики животного, характеристики владельца, то есть фамилии, имя, отчество, да, вот вторая страница, она посвящена как раз регистрации. Это в любом паспорте, даже международном. А вот уже далее развороты идут. Это именно отметки о вакцинации, о других каких-то прививках, да, о дегельминтизации и так далее. То есть вот эта вот норма регистрации, она никакая не новая совершенно, она была ранее. Вот мы говорим о том, что эта норма необходима. И прежде всего, опять же, это норма для заботы о наших братьях меньших, о наших владельцах, потому что, как вы знаете, вакцинация от бешенства, обязательная процедура для каждого животного, и для каждого владельца, она бесплатная. Она очень давно, буквально всю жизнь бесплатная, но на основании чего? Ведь бесплатная вакцинация, она производится, исходя из того, что по федеральному бюджету на территорию нашей области, равно как и на территорию других субъектов Российской Федерации, поступают вакцины с федерального бюджета. Так вот, для того, чтобы оптимальное количество вакцины поступило, и ее хватило на всех, мы говорим о том, что нам необходимо знать, какое поголовье животных, которое необходимо будет подвергнуть этой вакцинации, у нас на территории области содержится. То есть мне, как владельцу собаки, единственный плюс от того, что я ее зарегистрирую, это то, что схожу, получу бесплатную вакцину, и то я могу и так прийти ее завакцинить. Наверное, тут еще история, если ты, например, со своим животным куда-то будешь путешествовать, то тебе меньше придется бегать потом при оформлении документов. Да, то есть не забывать, что вам необходимо... Все равно придется. Вам необходимо будет ведь еще оформить документ. При оформлении документов... То есть мы, когда обращаются, я не знаю, как в частных клиниках, я не могу сказать, да, когда у нас владельцы обращаются в государственную клинику, и он говорит, грамотный владелец, он сначала придет, да, прежде чем завести животное к ветеринару-специалисту. И хорошо, если вы завели животное, вы обращаетесь к ветеринару-специалисту, и вам, вот в частности в государственной клинике, я точно могу сказать, вам объяснят, что необходимо, какие процедуры необходимо провести перед вакцинацией, что нужно дегерметизация, да, что будет, если вы захотите с ним поехать отдохнуть, что нужно для этого сделать, в зависимости от того, куда вы захотите с ним поехать отдохнуть, да, Если это в черте, допустим, Кировской области, да, никаких документов не нужно. То есть, ну, как бы, вот идет разговор с владельцем именно о грамотном обращении со своим животным, об ответственном обращении. Так что я думаю, что, как бы, ажиотаж вокруг этой регистрации, он как-то искусственно создан, не знаю почему. Потому что раньше эта ситуация уже, в принципе, она имела место быть, она была нормальная. Потому что никто не регистрировал. Оль, ты ведь не регистрировала собаку. Нет, мы регистрировала. У моих соседей, например. Я понимаю, что речь не идет о собаках, которые на выставках где-то, да, там и прочее. То есть, там-то все в порядке, скорее всего, с документами. Там следят, да, хозяева. Но если ты заводишь себе какую-нибудь уличную там дворняжку, извините, которую ты подобрал щеночком где-то возле мусорки, спас ее, значит, там, или взял в приюте в каком-нибудь Дорогой Добра, может быть, там, или в каком-то вообще в объявлении увидел, там, щенка раздавали, вот и забрал его себе. Я никого не знаю, кто будет регистрировал. А сколько у нас собак тогда в этом реестре, которые существуют тысячи лет? А не все там живые? Почему? Нет. У нас ведь вносят изменения в этот реестр, конечно же, да, при, допустим, при приедении проверок, при обращении граждан. Ведь бывает так, что животное, к сожалению, там, умирает, да, в силу. Ну, это последняя инстанция, куда я пойду, когда мой питомец скончается, это снимать ее с регистрации. Ну, это очень жаль. Это очень жаль. Во-первых, мы не говорим о том, что вы обязаны его снять регистрацию. Вообще, по закону о ветеринарии, вы, как владелец животного, необходимо вам проинформировать ветеринарную службу о том, что ваше животное вот умерло. Куда ты его будешь... Да, куда вы будете его одевать? Ставлю, наверное... Где я ставлю? Ну, нет, я когда столкнусь с этим, я буду решать. Ну, вот не дай бог, конечно, но, опять же, пользуясь случаем, хочу сказать, что у нас по закону о ветеринарии, который тоже с 90-х годов принят, и в нем сразу была эта норма, владельцы животных, не только сельскохозяйственных, но и домашних, в данном случае, животных, обязаны проинформировать немедленно, там прям слово немедленно, о гибели своего животного, потому что только ветеринарный специалист может установить, гибель-то произошла по естественным причинам, либо, например, может быть, вы знаете, в последнее время, к сожалению, часто встречаются такие проявления, как действия докхантеров, слышали такое? А, ну это отравление, да? Да, вы понимаете, то есть, а если это не отравление, а если это инфекционное заболевание, а у вас дома еще животное, вот побеспокоясь о том, чтобы эти животные не получили заражение от того, ведь животное может что-то на улице съесть, которое будет источником именно инфекционного какого-то процесса, поэтому и когда животное погибает, владелец обязан обратиться в ветеринарную службу, для того, чтобы ветеринарный специалист уже при осмотре выдал заключение все-таки о смерти, скажем так, по какой причине и каким образом необходимо произвести утилизацию данного трупа животного. То есть это принимает решение только специалист ветеринарной службы, и, к сожалению, у нас есть болезни, при которых вообще транспортирование, ну как бы, да, при особых условиях, как бы, соблюдение, там, антисептики, септики, там, всех дезинфекционных моментов, все должны быть соблюдаться. Получается, раз мы этого ничего не знали, то, значит, никому ничего не было за то, что мы это не исполняли все это время. Ну что значит никому ничего не было? Ну, раз нас всех так удивила, даже необходимость регистрации домашних животных, когда вот вышло это постановление. Вы, может быть, не акцентировали внимание, когда у вас есть паспорт на собаку. Вот я думаю, вы владелец собаки. Да, у меня есть прививки, все из частной клиники с паспортом. А когда я ее куда-нибудь повезу, как ее везти, я буду спрашивать у перевозчика, не в ветклинике, я не знаю, там, знакомы ли, допустим, специалисты со всеми подробностями перевозки, там, через самолетом или поездом. Через границу. Я буду спрашивать тех, кто ее повезет, как мне ее там, какие бумажки нужны. Может быть, отчасти вы, наверное, как бы как обыватель поступаете правильно, наверное, да, как гражданин, вернее, с вашей точки зрения это правильно. А я считаю, что у нас специалист, каждый должен своим делом заниматься. Ведь мы с вами волосы стрижем прикмахера, а не идем к кому-то там, кто это делает. Нет, ну высаживать-то собаку будет не ветеринар с поезда. А на каком основании вам ветеринарные специалисты обоснуют, какие необходимы документы и необходимы ли. Где? В поезде. А, в поезде. Я просто не посадить с ней. Там же нужно специальный билет и справка. Ну, то есть я узнаю на РЖД, как мне собаку есть? Если дозвонишься. Мне кажется, проще дозвониться на ветеринарные клиники как раз, чем на справочной РЖД. А потом выяснится, что мне что-нибудь... Нет, на собаку, но на кошку точно. Мне по закону рассказали, да, а в РЖД какие-нибудь свои правила. Не знаю, ну ладно. Это уже такие частности, в которые мы углубляемся. Я вот сейчас просто немножечко пытаюсь понять. Ну, в связи там с актуализацией, так скажем, да, этих правил содержания домашних животных, будут ли какие-то проверочные мероприятия для владельцев? То есть насколько там велика вероятность, что к тебе в квартиру постучат люди и скажут, что у вас тут собачка живет, непрописанные? Значит, снова повторюсь, что проверочные мероприятия проходят. Проверочные мероприятия у нас не может организовано быть так просто, что вот я знаю, что там живет собака, например, или содержится собака какими-то гражданами, дай-ка я пойду и проверю. Конечно же, нет. Если нет данных о том, что нарушаются какие-то либо требования, оснований для проведения проверки на сегодняшний день отсутствуют. Если поступает информация, информация ведь чаще всего поступает тогда, когда владельцы нарушают определенные нормы, да. То есть, например, чаще всего это нормы выгула животных. Ведь как еще можно заметить, что владельцы, не соблюдая требования при выгуле, которые также, еще раз обращу внимание, что они были и ранее установлены. То есть мы в этом документе просто собрали все воедино, все нормы, которые существовали ранее. Чтобы было, опять же, удобно и владельцу один документ взять. Так вот, вернусь к проверочным мероприятиям. В основном, конечно, поступают обращения по нарушению правил выгула. Но, как вчера опять говорила, если проанализировать данные статистические о том, какого плана сейчас проводятся проверки, то вот уже на сегодняшний день выгул животного без поводка – это более редкий случай, чем, например, неуборка продуктов жизнедеятельности за животным. Вот я ведь тоже просматриваю различные паблики в соцсетях, значит, вот эти все обсуждения, что люди… Кто-то говорит, что люди гадят больше, чем собаки, да. Кто-то говорит, что нет-нет-нет, это все из-за собак и так далее. Точно так же просмотрела со вчерашнего дня буквально все отзывы по этим правилам. Вы понимаете, до сих пор определиться не можно. Вот есть два лагеря. Кто-то говорит, что правила слишком жесткие, кто-то говорит, что правила слишком мягкие. То есть, ну, как бы, вот никого не устраивает, но не устраивает… Два мира, которые друг друга никак не поймут. Да, да, понимаете. Вот, то есть проверочное мероприятие все равно осуществляется на основании какого-либо… Сигнала. Сигнала, момента. То есть, я не говорю сейчас конкретно про людей и не призываю их там, значит, там вот следить там. Жаловаться за соседей. Да, вот. То есть, конечно, это бывает обычно тогда, когда в основном у нас люди, они, ну, скажем так, по большинстве своем очень даже хорошие, будем так говорить. То есть всегда стараются сначала идти на компромисс, поговорить со своими соседями. То есть вот выгуливаешь там, вот как я вчера говорил, выпускают собаку из двери, она выбегает. У меня такой случай в подъезде был. У нас собаку так соседи выпускали, и собака прям меня сносила даже с ног. Либо, опять же, дети там из школы идут, в школу идут. Даже взрослых иногда собаку не упускают из своей квартиры. Либо, например, очень много квартир, где содержится большое количество животных. Поверьте мне, заходя в такие подъезды даже, не то что в квартиры, вы сразу это ощущаете. Это настоящий бич для городов, для многоквартирных домов, а для соседей. Только сегодня недавно разговаривает женщина, мне сама позвонила, заявительница по одному из материалов. Она говорит, Татьяна Александровна, я вот вчера смотрела передачу, где вот выступали. Вы знаете, я прям готова пригласить там журналистов просто к нам в подъезд, чтобы вот они это все... Понюхали. Да, вот честное слово, так есть. Я понимаю. Вот, поэтому вот в основном сигналы поступают именно от соседей. Затем, когда собака кого-то кусает, обращаются в полицию. Полиция нам направляет материалы на рассмотрение. Минута у нас остается. Да, и плюсом ко всему еще, конечно же, шум. Особенно, как мы говорим, большое количество животных. Даже если одна собака раз один гавкнет, поверьте, когда их десять, это будет очень шумно. Да, потому что они друг друга поддерживают. Это какафония на весь день. Спасибо большое. Катьяна Виноградова, заместитель начальника отдела Государственного надзора в области обращения с животными и профилактики правонарушений в сфере ветеринарии была в нашей студии. У нас есть еще полминутки? Полминутки есть. Полминутки есть. Я хотела только уточнить, содержание на дачах, что-то меняется или нет? Потому что вот в городской черте понятно, там, да, правила какие-то, общежития. А вот на дачах, там же они бегают все. Ну вот так не должно быть, понимаете? Дача – это тоже общее место, и люди точно так же ходят. Пожалуйста, держите их на придомовой территории, если она огорожена. Спасибо большое на этом дневной разворот. Новыми будут штрафы в марте. Будем следить за штрафами. Да, спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова